приветствую вас друзья у себя на канале и сегодня тема тайны и знаки в связи с последними неделями и событиями в беларуси мирных протестов мы все чаще замечаем что путь и судьба ливийского полковника каддафи вполне может ожидать таких диктаторов как лукашенко и к нему же могу отнести и владимира зеленского 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 может но не совсем постичь участь лукашенко но все глубже падающий в штопор ведь если на украине нарастает напряжение то это подталкивают ее к новому майдану или гражданскому противостоянию как вы все знаете русский десант и журналистов и пропагандонов был высажен в минске у батьки они берут интервью для того чтобы осветить его действие итак начнем по порядку хочу вам показать как действует пропагандистская машина в натуре и так маргарита симонян собственно и протесты в беларуси постепенно накал страстей снижается численность уменьшается мы в минске находимся сутки он совершенно не производит впечатление революционного города вот за эти сутки здесь нет вот я смотрю сейчас по сторонам нет ну абсолютно никаких ни одного признака если бы не знать что здесь происходит по воскресеньям то никогда бы и не догадался все спокойно очень чисто европейский совершенно город безопасные люди ходят по улицам улыбаются меня здесь как и в россии периодически узнают на улицах узнают ну кто-то горничные в гостинице охранники очень приветливо дружелюбно здороваются нет никакой агрессия которые нам много рассказывают что вот высадился десант русских журналистов русских пропагандистов я это пока что не видела нигде ну я не видел на сказать протестующих то что их нет я же не пойду по квартирам их искать они вероятно будут здесь воскресенье наверное сегодня понедельник мы не видим ничего кроме спокойного ухоженного города с шикарным парком прямо его центре вернемся к украине и судьба зелен и судьбе зеленского не могу не отметить то что судьба зеленского как все многие наблюдают и видят и стала видна еще в первый день его инаугурации и как бы это странно поначалу не звучало но но те тайные знаки которые мы увидели не оставляют в этом никакого сомнения она это потолкнул меня последний знак который был дан мэром кличко нет не этот здесь он бьется лбом об икону потому что он ее хотел посыловать а вот этот да да именно флагшток именно флагшток на котором был установлен герб и как вы видите герб здесь был поставлен неровно то есть все криво и в этом есть символизм вы можете сказать что это незначительное незначительный момент но поверьте что это не так в любом действии в любом символизме особенно если этот символизм касается атрибутов государства есть знаки и эти знаки очень важны вот смотрите когда повесили флаг то на следующий день флаг упал естественно власти заявили о том что флаг не падал его сняли для того чтобы заменить но мы-то все хорошо знаем что флаг именно упал а власть попыталась прикрыть это для того чтобы не позориться но не в позоре дело а именно в тайных знаках и в символизме этого действия и так люди у которых развита наблюдательность и видят эти тайные знаки хочу напомнить вам что в древней гримс хочу напомнить вам что в древности римляне и греки имели науку которая существовала именно для того чтобы трактовать эти тайные знаки и находить чуть позже я об этом вам расскажу а сейчас хочу перейти к предыдущему президенту и к его инаугурации и так начнем с ющенко вы помните как ющенко пришел в власти он пришел от он пришел на фоне и революции и перемен и так посмотрим какие знаки нам судьба преподнесла во время инаугурации ющенко давайте вспомним тем события что произошло в неофициальной части инаугурации виктора ющенко после выступления на майдане он выпустил в небо 33 голубя эти белые голуби были символом мира и добра но один отказался взлетать и в этом был нехороший знак но ющенко тогда помог ему и птица все-таки улетела но многие люди уже тогда усмотрели в этом не очень хороший знак мы хорошо помним что именно при каденции ющенко терминация стала возвышаться именно количество националистических нападков при ющенко разбежался то есть именно ющенко запустил процесс идоли идеологического раскола страны именно при нем стала седозволенность быть для украинских националистов он делил страну на западную и восточную часть и не в этом ли была его миссия он делил на украина из украина язычных и русскоязычное население страны так не должно быть украина она унитарна и она одна но ющенко добился своего он всколыхнул старую вражду да вы скажете что она не утихала и не умирала согласен но она не была такой явной и люди не нападали и не бросались друг на друга также хочу напомнить что именно при ющенко начали делить церковь предшествующую к началу московская патриархия начала репрессироваться и к этому имел непосредственно отношение ющенко новая организация патриархия киевская началась жестко началась жестко прессовать московскую и к этим событиям примкнули очень много священнослужителей и простых людей под страхом репрессии заставляли переписывать имущество церкви новым хозяевам также были случаи с кровавыми расправами курировал данный процесс на западной украине в василий червония который был мэром города ровно и депутатом верховной рады за такие заслуги перед украиной червония был награжден и ющенко званием героя украины любопытно что судьба червония не осталось стороне а именно смерть его настигла от удара молнии накануне червоний накануне червония начал собирание подписей за свою петицию по запрету приезда патриарха кирилла в украину его жизнь оборвалась за две недели до этого события и так судьба от нее не уйдешь тайные знаки обратите внимание что петро порошенко во время своего тома стура оставался очень деликатным и аккуратным он особенно тщательно относился ко всему что имеет отношение к церкви перейдем к януковичу во время инаугурации вы видите как перед ним закрываются огромные двери сделанные из дубочек чуть позже уже стоя на трибуне он нарушает протокол показывая что ему все равно все можно и забирает удостоверение к себе в карман но если вспомнить события предшествующие его инаугурации она может затмить края зашедшего за ней на ней за один день до инаугурации виктора януковича 24 февраля 2010 года в киеве частично обвалился памятник основателям города расположенной на набережной говоря проще лодка на которой плывут основатели киева столицы украины раскололась пополам многие многие древние культуры видели в таких событиях предначертание судьбы и символизм случая интересно что в древнем риме существовало специальное подразделение жрецов которая следила именно за памятниками архитектуры и зданиями которые символизируют государство и императора если с этим зданием что-либо случалось то жрецы принимали необходимые меры тут же вам для того чтобы предотвратить следующее событие вот например если шла трещина по зданию триумфальной архи то тут же направлялся на это место легион римских солдат к тому времени когда он туда приходил его участие уже было необходимо для наведения порядка местному правителю в помощь известная книга жизнь 12 сезер и интересно тем что в ней есть очень много подобных примеров и событий рекомендую ее к прочтению так например на так например смерти каждого из 12 описанных святонием императоров предшествовали какие-либо проблемы с памятниками воздвигнутыми этими императорами либо каким-то знанием или архитектурным монументом который при жизни правителя был чем-то вроде стройки века также обратил на события в киеве с обвалившейся лодкой памятника основателям один из народных депутатов украины после служи служившегося отметил что обводилась именно восточная часть памятника всем известно что спустя четыре года произошло очередная святая революция которая до сих пор не отпускают украину в результате майдана и украина пожинает и результаты этой революции украина пожинает до сих пор сегодня первая очередь развитие войны и так результаты майдана это раскол страны антитеррористическая операция где погибло более 13 тысяч человек и не останавливаясь алексия территории донбасса и ушедший крым майдан 2014 года и к власти приходит порошенко все обратили внимание когда порошенко шел солдат караула покачнулся и упал кадры падения солдата запечатлели и разнесли все ма все средства массовой информации при этом оружие у солдата упала прямо порошенко под ноги когда он шел еще одним плохим знаком для порошенко было падение его сына когда вы помните во время слух еще одним плохим знаком для порошенко было падение его сына в храме как вы помните во время службы падение его сына в обморок во время молитвы это произошло во время молебен в честь празднования дня независимости украины и так мы подошли последнему президенту украины что же произошло на инаугурации господина зеленского что невозможно оставить без внимания с одной стороны показалось что весь протокол быть соблюден абсолютно безупречно но когда он положил свою книжку на подушку которую держал военные она соскользнула и упала на пол и если вы смотрели ролик до этого момента то мне не надо объяснять что произойдет дальше поэтому не нужно комментировать произошедшее такой знак очень плохой и рейтинг зеленского как и всей партии падает немощность власти отсутствие людей в команде постоянная притрубации в слугах народа не дают избирателю надежды что что-то изменится неизменность курса продолжая продолжаемая нынешней властью петра порошенко также наводит на мысль что ничего не поменяется антироссийская риторика и курс только на гидность погружает в западную доктрину нашу страну все больше продажи земли принятие закона игорного бизнеса постоянные кредиты в мвф только усугубляют положение поэтому если вы скажете что да это все было сделано до зеленского а он только продолжает но на избирательной кампании он этого не обещал его обещания были совсем другие он обещал бороться с коррупцией он обещал что посадит петра порошенко он говорил что есть вырог власти а оказалось что это не так большому сожалению в этих знаках просматривается все от начала до конца его непрофессиональные действия очень похоже на то что шансы владимир зеленского увеличиваются стать новым каддафи украинским каддафи боюсь что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент и мы будем иметь новый майдан к сожалению люди устали устали от этой безысходности устали от постоянного вранья власти и никакой дальше перспективы поэтому мне единственное непонятно будет убегать владимир зеленских как юнукович или сам уйдет от власти друзья подписывайтесь на канал ставьте лайк и жмите колокольчик для того чтобы быть в курсе событий всем